Приветствую всех вас, мои дорогие друзья, подписчики, а также нервнодушные гости и зрители моего канала. С вами я, Принц Сурель. Дорогие друзья, сегодня такой замечательный день. Это первый день лета. Это, наконец, когда листья на деревьях стали вновь зелеными. Это когда природа благоухает. Ну и когда мы можем искупаться, где-то сходить погулять в парк. Ну и, конечно же, когда цветочки приобретают разные цвета, когда все вокруг радужно. Но, к сожалению, сегодня немножко облачно, сегодня пасмурный день. Но это, скажем так, не портит, это не помеха, потому что сегодня еще один повод порадоваться. Замечательный праздник, светлый, очень нужный нашему обществу. День защиты детей, дорогие друзья. Сердечно вас с ним поздравляю. Желаю вам и вашим детям, чтобы они росли крепкими, здоровыми, сильными. Чтобы у них было все замечательно в жизни. Чтобы у них было все в жизни, ну, конечно, насколько идеально, это сложно сказать, потому что идеально, ну, редко у кого бывает. Но чтобы у детей было как можно меньше жизненных преград, как можно меньше трудностей, как можно меньше препятствий, как можно больше возможностей для жизни, для творчества, для самореализации. Вот, именно этого я желаю. Поздравляю ваших детей, может быть, и ваших младших, старших братишек, сестричек, всех-всех-всех. Желаю, чтобы у них было также все замечательно. Но у кого нет детей пока еще, желаю, чтобы они у вас в скором времени появились. И также росли крепкими, здоровыми, радовали вас. И, конечно же, чтобы у них было все замечательно, дорогие друзья. Мне хотелось бы еще сказать пару слов о том, что я как раз-таки защищаю и поднимаю темы, которые связаны непосредственно с детьми, с ребятами, с молодежью. Это самая-таки уязвимая такая прослойка общества, хоть и самая сильная, говорят, но, тем не менее, самая уязвимая, которая по разным причинам попадает в разные трудности, опасности, а иногда даже таргетии. Именно дело Влада Бахова стало таким, знаете, камнем преткновения, которое заставило меня, наверное, идти по пути защиты общества, по пути служения ему. И, конечно же, я бы хотел рассказать предисловие о том, что это дело я стал защищать благодаря тем урокам, которые я прошел еще в школе. А именно то, что я сам пережил подростковое насилие и ощутил на себе, в общем-то, ну, скажем так, некоторые моменты, которым я не желаю даже врагу. Поэтому, знаете, в жизни ничего не бывает случайно, и это такой, своего рода, мне урок, чтобы я, наверное, помогал другим, оказавшись в подобной беде, которой оказался я. К сожалению, дело Влада Бахова, оно более трагично. И таких дел еще множество. Вот дело нашего мальчишки Вани Предместина. Это ребенок, который также ушел из дома в такую компанию, в которую не следовало попадать, и погиб от их рук. Также, конечно же, это и Матвей Бабунь, которую я также затрагивал раньше. Я планирую также дальше это дело освещать. Но дело Влада Бахова стало, знаете, спусковым крючком. И, дорогие друзья, именно в этот день я желаю всем вас, чтобы дети были счастливы, чтобы дети не попадали в подобные ситуации, чтобы у них было все замечательно, чтобы, конечно же, я, я тоже ребенок, потому что все мы дети, сколько бы лет нам не было, но вот у меня мама тоже есть и у всех нас. И также таким ребятам, как я, желаю также процветания, любви, чтобы у них было все замечательно и хорошо. А я буду дальше освещать дело Влада Бахова. Вот. Сегодня, кстати, я немножко посижу, может быть, попытаюсь отметить этот день. Все-таки позитив — это всегда прекрасно, дорогие друзья. Вот. И желаю вам также, чтобы вы, конечно, подписались на мой канал, чтобы следили за дальнейшим развитием событий на моем канале в деле Влада Бахова, чтобы мы могли добиваться справедливости и, конечно же, чтобы творить, как говорится, светлое будущее. С вами был я, принц Сюрель. Жмите колокольчик, узнавайте о новых моих видео. С праздником вас! До встречи и пока-пока!